Любая работа со стороны кажется простой, любое дело спорится в руках профессионала. Но что скрывается за этой легкостью, решила испытать на себе Екатерина Зойдина. В ближайших выпусках программы она пройдет обучение в школе фермера. А пока знакомство с будущими предпринимателями. А, запах какой! Первый шаг к реализации собственного бизнеса. Все зеленое, сажать не хочу. А заведение личного подсобного хозяйства. Это корень, а здесь уже будут раз-два. Все, ровный срез сделаем. Брянский государственный аграрный университет. Именно на его базе будет проходить обучение. Опытные преподаватели помогут получить необходимые знания для открытия собственного крестьянско-фермерского хозяйства. 15 регионов страны, сотни участников. Проект «Школа фермеров» второй год объединяет будущих предпринимателей и дает возможность с нуля научиться вести аграрный бизнес. На сельском хозяйстве реально можно зарабатывать, хоть люди в это многие не верят, многие думают, что это такая черная дыра, но это прибыльный современный бизнес. И даже в формате малого предприятия можно зарабатывать деньги. А вот с чего начать, как начать, куда идти, что делать, вот для этого нужна «Школа фермера». Проект подходит как новичкам, так и бывалым предпринимателям. Направление 2 – растеневодство и животноводство. Обучение 2,5 месяца. Итог, диплом и собственный бизнес-план. «Школа фермера даст удивительное и самое необходимое, что необходимо для развития – это знания. Мы подразвиваем и уверены, что полученные знания дадут настоящий результат. В дальнейшем будет использована возможность льготного финансирования, получения грантовой поддержки». Задачи Ростельхозбанка практичные – развитие российского агропромышленного комплекса. И тут нужны отличники. 20 учеников, 2,5 месяца обучения, теории и практики. Итог, диплом и готовый бизнес-план. Почему бы не присоединиться к этой команде? Занятия на базе Аграрного университета. С учениками будут работать 40 преподавателей высшего учебного заведения. Уроки в онлайн-формате, каждый день лекции и практические задания. История каждого из будущих предпринимателей интересна и уникальна. А сейчас мы в гостях у Кристины Шелемина. Ее семья занимается выращиванием декоративных растений. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. На своем участке Кристина вместе с семьей выращивает больше 6 тысяч растений. Это многолетние цветы и кустарники. Здесь немало редких экземпляров. Самшит. Самшит. Вечно зеленый кустарник. Самшит. Вот точно так же мы его черенкуем, листья обрезаем. Так выглядит большое растение. Родина Западная Индия и страны Юго-Восточной Азии. Здесь же на участке растет лаванда. Ой, запах какой. Да. И она вот под снегом вот такая вот зеленая. Ой. И вот они вот так вот засыхают. А эти вот в сухоцветах их применяют. Вот так собирают их. Или вот в постель кладут. Вот она. Все эти декоративные кустарники Кристина выращивает вместе с мужем, детьми, свекром и свекровью. Трудятся всей семьей. Признаются, что, конечно, нужно больше знаний в современных аграрных технологиях. Для этого и пошла в школу фермера. Получается, вам нужны теплицы более современные, не такие, да? Ангарные теплицы большие, да. У них там свой микроклимат. Там все на автоматике. Подача питательных веществ, подача воды, проветривания, солнца. Как бы все это на автоматике. Земля для новых теплиц есть. А самое главное, есть желание расти и развиваться. Вот так они собираются вместе за одним столом. Готовят черенки к посадке, спорят, обсуждают, планируют. Любовь к растениям передается из поколения в поколение. Вообще у нас вот дети в четвертом поколении уже. Прадедушка был лесником. Любовь Хохлова, свекровь Кристины 40 лет, занималась озеленением города. Любовь к растениям передалась детям и внукам. Рахин, расскажи, чем ты занимаешься, как ты помогаешь родителям, бабушкам. Пока я делаю одно важное дело, которое помогает всему. Оно очень легкое для меня, но требует усилия поливать. Это черенки-дерна, кустарник для живой изгороди. Их тысячи. Нужно каждый обрезать и посадить вот в такой грунт. Смело режем. Так, раз. Так, это корень. А здесь уже будут раз-два. Все, ровный срез сделаем. Вот здесь. Вот здесь? Да, над почкой. Так, хоп. Чтобы воплотить все задуманное, Кристина вновь села за парту. Знания агрономии, маркетинга, охраны труда необходимы предпринимателю. Сколько земли не пахнет. Вот если у людей там горы, да, и все. У нас вообще площади, все зеленое. Сажать не хочу. Правильно? Регион какая-то, центральная полоса наша, вот вся. А тут уже... Еще работай. И работай. За сельмой и за сельмой. Ну, давайте будем. Ученик школы фермера должен уметь составить бизнес-план, оценить экономическую обстановку, узнать законы, охрану труда. Первые организационно-правовые формы предпринимательства. То есть, ну, здесь, ну, здесь, ну, это что такое? Сущность и содержание организационно-правовых форм предпринимательства. Вот вы это знали? Вы знакомы с этим? Так постепенно от лекции к лекции, общаясь с преподавателями и однокурсниками, проходит обучение в формате онлайн. Все доступно, понятно, можно консультироваться в любое время. Он мне чайок принес. Спасибо. Спасибо, мой золотой. Уже с первых дней обучения видно, насколько эти люди горят своим делом, стремятся к цели и результату. Кристина уверена, что в новом сезоне знания помогут им сделать огромный шаг вперед в собственном бизнесе. Растеневодство – это только одно из направлений школы фермера. Второе – животноводство. Поэтому в следующем выпуске программы своим опытом со мной поделятся те, кто выбрал другое направление работы. Посмотрим, как у них складывается обучение. Продолжение следует...